Здравствуйте! Я как-то вам, я уж не помню в какой передаче, рассказывал, как взрываются так называемые сверхновые звёзды. На самом деле, сверхновая звезда это достаточно старая звезда, которая всё выгорела внутри термоядерное горючее. Так вот говорят, выгорела это в кавычках, конечно. Но тут выяснились некоторые новые подробности. Я вам сейчас их доложу. Итак, рассказываю вам, как, значит, взрывается звезда. Выгорает внутри всё термоядерное горючее. То есть всё, что есть в звезде, что может соединяться друг с дружком, ядра атомные, сливаться в одно, они слились уже до состояния железа, железа 56. Дальнейший слив возможен, но при этом идёт не выделение, а поглощение энергии. А выделяющаяся в ядре звезды энергия парирует возможный коллапс звезды. Звезда же хочет сжаться туда под действием гравитации, а ей не даёт изнутри поступающей энергии, она как бы её раздувает. И вот, значит, ядро стало железным. Железный газ, плазма железная, полностью ионизированный железный плазм. Она начинает сжиматься. При этом она ещё, естественно, нагревается. За счёт этого нагрева происходит дальнейший термоядерный синтез, который идёт с поглощением уже энергии. И звезда проваливается сама в себя. Внутри всё превращается вообще чёрт его что. Уж не железо и даже не уран, хотя и это тоже. А он начинает превращаться, это самое ядро, в нейтронную звезду. То есть, такое сильное давление, что электроны вталкиваются в протоны и превращаются в нейтроны. При этом что происходит? Излучение нейтрин. Вот это такое огромное взрывообразное излучение нейтрину. Идёт ударная волна нейтрину. Кстати говоря, в галактике, по-моему, в одном из Магеллановых облаков, это близлежащая к нашей галактике Карликова галактика, не так давно оттуда пришёл сигнал о взрыве сверхновой звезды. Это несколько сотен тысяч световых лет. Так вот, на Земле одновременно в этот момент все детекторы нейтрино зарегистрировали сразу вот около десятка нейтрино. Хотя, на самом деле, может, от Солнца они там, ну, в год, дай бог, десяток регистрируют, а это сразу, одномоментно. Вот это вот ударная волна из нейтрин, такой вспышка. И вот, когда образуется нейтронная звезда, летит огромная изнутри, происходит огромный поток нейтрино. Он такой огромный, что внутри звезды происходит взаимодействие этого потока нейтрино с наружными оболочками. Оно как бы вот ударная волна образуется. Так вот, на самом деле, ударная волна, в которой образуется, и разбрасывает она вот эту оболочку в разные стороны, и в этой оболочке образуется что? Ну, вот всё, с чего мы состоим, включая золото, уран, тори, вот тяжёлые элементы за железом. Да, кстати, и кремния тоже, и железо, и кальций, и кислород, всё это оттуда у нас, из остатков взрыва какой-то сверхновой звезды, которая подхватила Солнышко и сваляла из них вот наши планеты. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что на самом деле, вот в этом месте, оказывается, должно быть уточнение. Это не просто ударная волна. Вот этот вот пузырь, так сказать, ударной волны, он неустойчив. Снаружи вещество хочет через неё провалиться, и бывает, проваливается. И получается такое, как бы, кипение, кипение нейтринной ударной волны. С одной стороны, это не обязательно будет сильнее, такое бурление, а с другой стороны, слабее. И вот ядрышко. То, что внутри превратилось в нейтронную звезду, как бы выстреливается этим взрывом. Да, понимаете, вот взрыв и осколок летит. Вот этот осколок нейтронной звезды. Вот посмотрите фотографию. Значит, это фотография, сделанная, естественно, космическим телескопом. Вот посмотрите, вот такое вот красное большое пятно, ну, белое, желтоватое, да, чуть выше его, как стрелка такая. Это летит нейтронная звезда. Она летит с огромной скоростью. Это может быть 50 тысяч километров в секунду. Представляете, сумасшедшая скорость всего, одна шестая скорости света. И вот она летит, и летит она в межзвездном газе. И вот в межзвездном газе светящийся такой конус. Это конус светящейся ударной волны в межзвездном газе. Представляете, межзвездный газ, там несколько атомов на кубический сантиметр, и все равно светится. Удачи вам, всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!